сегодня очередная распечатка посылок это у нас как бы автомобильные посылки заказаны на сайте алиэкспресс давайте начнем с это я ее уже распечатал просто посмотреть значит это у нас повторить или поворотом те которые сбоку на машине на переднем крыле вот вот такие вот они прикольненькие цепляются они крепятся на двусторонний скотч но я здесь уже снял двусторонний скотч вот я думаю что лучше я их прикреплю на резиновый клей есть у меня клей для сенсора типа b7000 b6000 я думаю что на них она будет лучше держаться хотя люди пишут что и на скотче ну я больше снял скотч не для того как бы чтобы поменять на чем-то другом закрепить я откручивал его но этот вот он он и не собранный я откручивал разбирал смотрел в каком состоянии светодиоды вот она вытягивается на обратную сторону на эту сторону не вытягивается чтоб не выломать не буду в общем нужно открутить четыре болта вот и разбирать их для чего расскажу перед установкой то есть да они красивые прикольные на машине смотрится вообще бомбово но сразу расскажу недостатки то есть они абсолютно не влагозащищенные то есть светодиодная лента вот здесь вот вставлена раз два три 4 5 6 7 8 светодиодов они полностью открытая пайка то есть вода будет однозначно сюда попадать тут тоже нет между вот этой вот желтой желтым световодом светоотражателем вот нету никаких и не изоляции не прокладок ничего то есть вода будет попадать однозначно туда на ленту вот на светодиоды что приведет рано или поздно выходу светодиодов короткому замыканию то есть однозначно перед установкой на машину вам нужно открутить четыре болтика вытянется эта лента и ее покрыть лаком можно обычным лаком для женским для ногтей бесцветным вот покрыть так каким угодно у кого что есть чтобы не попадала туда влага вот а назад уже как хотите или на двусторонний скотч вот есть у меня и скотч хороший вот но я думаю все таки на клей будет понадежней вот снимется он также сама как скотч подогреть его немного и снимется ну все она прикольная все она красивая вот посмотрим единственно что не знаю как будет ходить этот хром ну вроде кто пишут люди что у некоторых уже там по полтора по два года и хром типа не облазит вот ну это естественно пластмасс все вот не знаю посмотрим как будет ходить то есть снимаются они легко ставятся нелегко подогрел снял то и все поэтому никаких проблем не будет ну и сразу вам скажу что родные светодиоды далеко не яркие то есть я буду себе их менять здесь стоят желтые светодиоды давайте вот у меня лабораторный блок питания я его же выставил предварительно на 12 вольт попробую вам включить чтобы вы посмотрели вот вот так вот она горит ушел вам сказать в темное не нас когда солнце не светит то может быть достаточно вот будет ну я бы хотел чтобы они светились поярче наверное все таки я светодиоды заменю вот по лабораторнику я вижу потребление 044 ампера то есть 44 миллиампера ну совсем как бы немного для 8 светодиодов я думаю поставить ленточку здесь немножко помощнее со светодиодами а вот до 8 штук 1 2 3 4 5 6 7 8 штук ну так вот она светится многие люди так ставят не меняет светодиоды ну не знаю мне разбирать нужно однозначно это если по не были залиты что их не нужно разбирать другое дело вот а так как их разбирать нужно однозначно для того чтобы не попала туда влага поэтому мне совсем не трудно поменять другую плен другие светодиоды туда вот можно светодиоды перепаять не заменю при этом сопротивление вот можно кусочек ленточки новой вставить то есть это как у кого что есть вот такой у нас вот стоимость его 4 доллара немного посмотрим как он будет ходить сколько он лет не облезет хром вот посмотрим так все довольно просто ничего здесь больше рассказывать как бы ничего клеится я говорю кто как вздумает его ну если вы будете снимать разбирать его я его нужно разбирать то скотч вам этот родной придется убирать вот я думаю так отодрать его чтобы он у вас остался целый но разве что попробовать его подогреть вот и не знаю останется не останется у нас целый но я его не жалел я его отодрал выбросил скотча у меня много двухстороннего хорошего воды клей буду скорее всего наклей ну вот такой вот вот это у нас были это у нас были повторители поворотов вот на автомобиль дальше вот у нас это на стоп струб то есть на дополнительный стоп у кого есть там под стеклом или там еще у меня на спойлере на заднем дополнительный стоп сигнал есть для того чтобы он работал как стоп то есть алгоритм работы у него такой три коротких ну вот вы нажали на стоп основные стопы у вас как светились так и будут светиться а когда вы подключите вот этот вот этот приборчик к дополнительному стопу тогда у вас дополнительный стоп будет три коротких три коротких три длиннее дольше немножко и дальше он переходит светиться как обычно вот вот такой вот а контроллер строп контроль только сразу предупреждаю у вас дополнительный стоп должен быть обязательно светодиодный то есть если у вас дополнительный или может кто-то на основной цепляет в общем эта штука работает только со светодиодами на лампах накаливания работать он не будет вот подключение здесь проще прочего проще простого то есть это out это выход то есть вот у вас подключен на фишки ваш дополнительный стоп сигнал все что вам нужно сделать это разорвал в цепь вот эту штуку вставить туда и все то есть все довольно просто подключаем черный черному минусу вот красный вот у меня есть лента 12 вольтовая вот я предварительно приготовил давайте мы подключим красный красному черный к черному и посмотрим алгоритм работы нашей нашего блока включаем вот так вот он работает давайте попробуем еще раз смотрите то есть вот вы нажимаете на стоп вот так вот то есть три коротких по 0 5 секунд и три длиннее по одной секунде а дальше переходит в режим для чего это вообще это для привлечения внимания водителя который едет сзади то есть если у вас допустим включены габаритные огни и вы а как правило стоп у нас находится в том же фонаре где и габариты то есть водитель может не то чтобы не увидеть а прав тыкать скажем так пропустить когда вы нажали на стоп для этого вот строп он как бы доказано что он привлекает внимание то есть вы нажимаете на стоп и вас дополнительный стоп сигнал вот так вот отбивает а дальше продолжает просто гореть значит штучка это абсолютно бесплатная 2 доллара даже и говорить как бы не о чем то есть очень дешево стоит вот тоже заказывалась на сайте алиэкспресс ссылочка будет под видео и на наши поворотники и на вот этот вот остров контроллер вот все под видео будут ссылочки 2 доллара 4 доллара то есть простые такие штучки но довольно таки прикольные такой авто тюнинг сейчас на современных автомобилях во всех на нормальных но я имею ввиду не то чтобы нормальных а более-менее уже дорогих автомобилях то есть дополнительный стоп он уже сделан в нем этот контроллер и он уже вот так вот а горит с трубом горит не просто горит как на старых авто а уже вот так вот есть там какой-то уже свой заводской контроллер так что такой интересный возможно полезный даже полезный такой тюнинг кому нужно заказывайте давайте еще раз покажу как он работает ну вот так вот а он работает все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал покупайте спасибо за просмотр и до встречи на моем канале